Вот это фундамент понимания того, что с каждым человеком происходит. На это не влияет биологический возраст, на это не влияет эмоциональное состояние. На вот эту программу тренировки автоматизма и повторяющихся событий в жизни человека влияет одно – наши нерешённые, неполученные желания. Они неосознанные, но они очень ёмкие, очень глубокие. Как пример, так чтобы вы видели, на сегодняшний момент есть огромное количество людей, которые внешне в социалке вроде хорошо выглядят, ухоженные, причесанные, красивые, уложенные, в костюмчики одеты. Но как чуть-чуть идёт на этого человека напряжение, нестандартная какая-то ситуация. Человек на ваших глазах начинает валиться. У него перекашивается вся физиология тела до состояния аффекта. Вы видите физическими глазами, что у человека начинается вот эта деформация, которая, на ваш взгляд, она не обоснована, потому что его никто не трогает. Ну, вроде ничего страшного не произошло. Но деформационная, вот эта эмоциональная, телесная, мимическая форма, руки там начинают за что-то оцепляться или как-то, или ноги скручиваются, или ещё что-то. Это та масса желаний, тщательно, которую человек сбрасывает в неосознанное потом, когда-нибудь, не сейчас, не может этого быть. Это не про меня. А теперь вспомните, кто требовал от вас эту модель? Гадость – это защита, это действие. Кто так воспитывал? И тогда, чем в большей степени вы спокойно разберётесь, тем, как в противовес вам захочется жить. Это масса, которая давит, человека сгибает. О чём бы вам ни говорили, действие тела нашего, оно подчинено только тому желанию, который человек хочет реализовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 без напряжения, когда все хорошо, все замечательно, все классно, вы еще не взяли никакой ответственности или не возмутились тем, что вас заставляют что-то делать, вы всегда разговариваете вот с этим человеком, с самим человеком, социальной ролью, да-да, все хорошо, все замечательно. Мое желание не будет исполняться. Как только моя заготовка будет пуста, так или иначе, по выбранной схеме я буду это делать. Почему? Потому что роль любая стремится к инциденту, к конечному результату, всегда. Почему неосознаваемые поступки становятся на автомат? Почему девушка, желающая выйти замуж для того, чтобы от мамы уйти, она всегда разговаривает? Потом видит молодого человека, говорит, да, вот он такой классный, замечательный, начинает себя убалтывать. Потом она выбирает его систему и говорит, да, он говорит, смотри, у меня так, в 6 утра встаем, билдингом занимаемся, а потом ты быстро кушать готовишь, значит, троих детей, ты сидишь дома, не работаешь, мне не мяу, но зато у тебя все будет. Она говорит, я на все согласна, на все согласна. Потом они женятся, потому что она решает за счет него свою задачку, уйти от мамы. Из одной системы в другую систему. Вот тебе цветочек там, все тебе хорошо. Ну, что мы тут сидим-то, собственно говоря? Уже поехали? Она говорит, ну, конечно, о чем разговаривать? Поехали. Съездили. Вернулись. Он свою задачу решил, потому что он вот здесь, на уровне действия, все озвучил. Ну, что мы тут все-таки поехали ко мне? У меня тоже хорошее вино. У меня там туда-сет, туда-пятое-десятое, у меня музыка. Ну, там поназывали, не без этого свинцом там, как положено. Но задача решалась вот такая, потому что мужчине нужно побеждать. И это очень быстрая и классная победа, и вопросов нет. Но она-то себя обманула. И когда она себя отдала на уровне тела, на автомате, ну, так все делают, вот оно все, вот все так делают. У нее включается, желание-то не решилось. И она потом выходит и говорит, не, вы представляете, как он с ловочкой вообще? Подружек собирает, говорит, вы представляете? Втроем пошли в этот клуб. Да вот ты, да оттуда. А он сидит у него, что, в чем дело-то? Все хорошо. Я тебе предложил, ты согласилась. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!